Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о наболевшем. А наболевшим для меня является вопрос существования военкоматов. Дело в том, что очень часто в комментариях вы можете увидеть такие мысли, что военкоматов не существует. Военкоматы – это частные структуры. Кстати, логическое противоречие здесь есть. Все-таки военкоматы существуют или это частные структуры. Ну и, конечно, как вывод из этих двух противоречивых заявлений звучит так. Повестки от военкомата можно не принимать и требованиям военкомата можно не подчиняться. И вот с этими всеми вопросами мы сегодня с вами и разберемся. Ну, во-первых, хочу сказать спасибо тем подписчикам, которые скидывали мне даже соответствующие видео, где блогеры с упоением и с видом таким знающих дела рассказывают, почему же военкоматов не существует. И их идея заключается в следующем. Когда мы открываем реестр предприятий, учреждений, организаций Украины, то мы находим в этом реестре наряду с ФОПами, наряду с обществами с ограниченной ответственностью, ну и прочими юридическими лицами находим и военкоматы. И эти блогеры делают вывод следующий, что если в реестре предприятий, учреждений, организаций Украины наряду с ФОПами, ТОВками, есть военкоматы, значит военкоматы тоже являются частными структурами. Ну, ФОП, понятно, частная структура, ТОВки, как правило, это частные структуры. И, соответственно, раз в этом реестре военкоматы, значит и военкомат тоже частная структура. Хочу обратить ваше внимание на то, что здесь кроется, безусловно, логическая ошибка. И она заключается в том, что неправильно люди понимают основу. А неправильно они понимают, по одной простой причине, они не имеют юридического образования. И вследствие этого они не понимают, что неналичие номера в ЕДРПО делает предприятие частным. Предприятие частным делает частная форма собственности его учредителей. То есть, если мы с вами соберемся и организуем какое-то предприятие ООО на основе частной собственности, нашей с вами собственности, то это, безусловно, ООО будет частным предприятием. Если же мы с вами соберемся и попробуем организовать военкомат, у нас ничего не получится. По одной простой причине, а у нас с вами на это нет полномочий. Военкоматы, как и другие органы государственной власти, организовываются по другому принципу. И вот непонимание всего этого приводит к тому, что люди, которые не являются юристами, делают ошибочный вывод о том, что военкоматы это частные структуры. Друзья, давайте теперь перейдем в реестр и посмотрим, а кто же там еще из частных, так сказать, структур есть. И вот первое, что мы видим, Харьковская областная рада. У нее, как мы видим, есть НКОД ЕДРПОУ. Скажите, кому-то из вас приходит в голову мысль сказать, что Харьковская областная рада является частной структурой? Думаю, что нет. Идем дальше. Харьковская областная государственная администрация, которую возглавляет сегодня пан Синегубов. Неужели кому-то из вас придет мысль сказать, что это частная структура лишь на том основании, что, о боже, у нее тоже есть КОД ЕДРПОУ? Напомню, это Харьковская областная государственная администрация. Тот орган, который осуществляет управление, государственное управление в области. Глава этого управления назначается президентом Украины. Ну, конечно, ни у кого из нас нет мысли о том, что это частная организация. А теперь давайте еще посмотрим. Департамент патрульной полиции. Вау! У них тоже есть КОД ЕДРПОУ. Разве это частная организация? Разве можем мы прийти к мысли о том, что не стоит выполнять требования патрульной полиции только лишь потому, что у них есть КОД ЕДРПОУ? Друзья, конечно, мы понимаем, что логика здесь совершенно неправильна. Да, у них есть этот КОД. Да, они внесены в реестр предприятий, учреждений, организаций Украины. Но это абсолютно не делает их частными структурами. А теперь давайте вернемся еще раз к военкоматам, к тому, с чего мы начали, и разберемся, а существуют ли военкоматы на сегодняшний день. Для этого нам нужно обратиться в первую очередь к сайту Верховной Рады. И вот мы посмотрим, мы видим, да, что это сайт Верховной Рады, чтобы вы понимали, что это не мои мысли, что это официальные документы. Я оставлю ссылочки на них. Каждый из вас может зайти и проверить эту информацию. Итак, смотрим. Закон про вейсковый обовязок и вейсковую службу. Мы, напомню, решаем вопрос, что же с военкоматами, существуют ли они. И листаем, 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 листаем закон и находим вот такую фразу. У тексте закону слова районный, міський, вейсковый комиссариат у всех відминках та числах заминено словами «Відповідный районный, міський, территориальный центр комплектования та социальная підтримка» у відповідному відминку. Делаем какой вывод? Совершенно правы те люди, которые говорят, что военкоматов на сегодняшний день не существует. Действительно, их, как мы видим, переименовали. Но здесь возникает вопрос, да, если мы присмотримся к тому, что произошло, что здесь написано. Не упразднили, не распустили военкоматы, да, не закрыли их, а просто переименовали. А это значит, что их функциональные, основные функциональные обязанности остались те же самые, а только лишь поменялось название. Что касается функциональных обязанностей военкоматов. Давайте полистаем тот же закон дальше и посмотрим вот статья первая о воинской обязанности. Давайте закрою, чтобы не было лишней подсветки. Итак, вот посмотрите, часть седьмая статьи первой закона Украины о воинской службе и воинской обязанности. Здесь написано следующее, что выполнение військового обязанностей гражданами Украины Республики Крыма, Бластей, Мест Киева и Севастополя дали территориальные центры комплектования и социальной поддержки. О чем это я? В основном законе, который регулирует вопросы воинской службы, уже в первой статье этого закона написано, что выполнение воинской обязанности в Украине обеспечивают территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Шах и мат тем, кто говорит, что можно им не подчиняться и они вообще ничего такого не делают. А в законе написано, что делают. Дальше, кстати, здесь в части восьмой есть отсылка к положению про территориальные центры комплектования и социальной петрымки. И вот давайте зайдем в это положение. Вот, опять же, вы можете видеть, что это сайт Верховной Рады. Можно зайти и проверить, так ли это все на самом деле. И вот в этом положении смотрим, что написано. В пункте первом написано, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки есть органами воинского управления, что обеспечивают выполнение законодательства с вопроса воинского обязанности, воинской службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Мы здесь уже видим, друзья, с вами, что ТЦК, ТСП являются органами военного управления. То есть в постановлении кабинета министров написано, что это не частная структура, а это органы военного управления, и они обеспечивают исполнение законодательства о воинской службе, воинской обязанности, мобилизации и мобилизационной подготовке. Это снова возвращаясь к вопросу о том, что нужно ли придерживаться и выполнять требования военкоматов. Ну, как мы поняли, военкоматов нет, но по старинке мы их все продолжаем так называть. Ну и напоследок, друзья, давайте посмотрим еще один закон. Также видим, что это сайт Верховной Рады. Закон называется «О обороне Украины». И смотрим его первую статью, да, здесь «Вызначение основных терминов». И вот давайте посмотрим, что же здесь есть. Одним из терминов, вызначение якого надоется, это термин «Органы войскового управления». Вот он. И теперь смотрим, друзья, а что же здесь понимается в законе об обороне Украины, что понимается под органами военного управления. И вот смотрим перечень, перечень, перечень. Большой идет. И дальше. А так же территориальные центры комплектирования и социальной поддержки, что обеспечивают выполнение законодательства с вопросом военного обязательства и военного службы. Мобилизационной подготовки и мобилизации. Друзья, еще один закон, в котором прямо указано, что территориальные центры комплектации и социальной поддержки являются органами военного управления. Или воинского управления. Здесь как правильнее, да, наверное, воинского управления. Соответственно, там нет указания на то, что это частные структуры, требования которых можно не выполнять. Это органы воинского управления, на которые возложены функции по обеспечению, мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине. Их требования мы должны выполнять, поскольку так написано в законе. Все остальное это лишь домыслы, это, возможно, личные позиции каждого. Либо же, не хочется мне этого говорить, но нужно понимать, что видео и статьи, информацию о том, что военкоматов не существует, что это частная лавочка, что их требования можно не выполнять, разгоняются теми, кому это выгодно. А выгодно это теми, кто осуществляет агрессию в отношении Украины. Этим людям выгодно, чтобы украинцы не приходили по повесткам, чтобы игнорировали эти повестки, игнорировали требования территориальных центров комплектации и социальной поддержки. И все это в итоге является частью информационной войны. Поэтому, друзья, если вы не хотите по своему, ну скажем так, незнанию и нежеланию, наверное, оказаться частью информационной войны против Украины, то не нужно распространять видео и статьи и мысли о том, что территориальные центры комплектации не являются там государственными структурами, что их требования не нужно выполнять. А если же вы считаете, что данное видео является полезным, то обязательно поставьте ему лайк, поделитесь им, чтобы это видео увидело как можно больше людей, чтобы они увидели, что на самом деле записано в законе и, соответственно, строили свою жизнь в соответствии с этими законами. Потому что в противном случае те люди, которые верят в то, что требования военкомата можно не выполнять, они понесут, безусловно, ответственность. Административную либо уголовную, там уже будет зависеть от того, какие правонарушения они совершили. Но, тем не менее, как мы видим, территориальные центры комплектации и социальной поддержки являются органами военного управления, их требования нужно выполнять и за невыполнение их предусмотрена ответственность. С вами был адвокат, кандидат юридических наук Олег Лукьянчиков. Если у вас остались вопросы по этой теме, вы, безусловно, можете задать их в комментариях. Получить индивидуальную консультацию можно по номеру, который есть в описании к этому видео. На этом все. Я вам желаю удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok